Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в этом видео я хочу показать одну интересную ловушку, в которую сам недавно показал. Я ее разбирал недавно на своем украинском канале, но хочу показать и здесь тоже, потому что она настолько популярная, что в нее могут попасть очень многие люди. В частности, еще раз скажу, что я в нее попался. И как же она возникает? Она возникает в лондонской системе, вот, то есть я эту партию играл с черными и я проиграл ее, поэтому буду смотреть за стороны черных, вот, мне так удобней. Здесь не будем вдаваться в теорию, просто разберу, что тут делали дальше белые и черные. То есть это очень известная идея в лондонской системе, когда мы играем c5 и затем ферзь выходит черный на поле b6. Вот, ну, в чем идея этого хода? Да, идея в том, что мы нападаем на пешку b2. Далее белый играет ферзь b3, c4. Ну и тут белые могут как поменять ферзей, так и сыграть ферзь c2. Оба хода хорошие, допустим, ферзь c2. Ну и в этой позиции есть очень известная теоретическая идея. Это ход с лоной f5. То есть на самом деле это ход хороший, это не зевок, но там нужно одну вещь знать черным. Если они ее знают, то все отлично, если не знают, то могут очень быстро проиграть. Итак, ферзь f5 это сильный ход и в этой позиции, конечно же, главным и самым сильным ходом является ферзь c1. Но после этого хода возникает спокойная игра, в которой, в общем-то, особо ничего интересного не намечается в ближайшее время. Поэтому покажу ход ферзь f5. Ферзь f5 за белых является ошибкой, то есть черные не просто так пожертвовали слона. Этот ход за белых не работает, но нужно, вот еще раз скажу, для черных знать одну вещь. Итак, черные ради чего играли вообще слон f5, чтобы сыграть ферзь b2 и затем съесть ладью на поле a1. Но съесть ее нужно, скажем так, правильно, потому что здесь белые играют слон e2 и взятие ладьи сразу будет являться другим зевком. То есть правильный вариант это сыграть e6. Ну и затем на любой уход ферзя, допустим, ферзь h3, мы съедаем ладью, получаем лишнюю ладью и огромный перевес, оценка минус 5. Позиция у черных, по сути, просто выигранная. Вот, то есть так и надо сыграть черным. Ну и очень важный момент, почему же именно e6? Дело в том, что если сразу просто вот так шаблонно съесть ладью на поле a1 без подготовки, то ферзь не ушел с поля f5 и, соответственно, у белых есть очень сильный ход ферзь c2, после которого у черных возникают огромные проблемы с ферзьом на поле a1. То есть сейчас угрожает просто ход конь d2, ну то есть вначале рокировка, естественно, потом ход конь d2, и вот здесь спасти ферзя, в общем-то, черные нормальными средствами не могут. То есть какой-то материал, в любом случае, черные здесь теряют. Ну вот покажу один из вариантов, как белые могут выиграть самую сильную фигуру черных. Ну, допустим, конь e4, это одно из лучших за черных. Далее просто рокировка. Ну и, например, e6, и у белых тут есть очень важный ход. Это ход конь f на d2. Ну, идея какая? Почему сразу так нельзя сыграть, почему нельзя не сразу сыграть конь bd2? Дело в том, что тогда ферзь c3. Как раз здесь конь e4 очень черным помогает, но вот очень сильный, если хитрый ход у белых, именно конь f на d2. После размена коней ферзь черных теряется сразу. Ну, а если конь куда-нибудь уходит, допустим, на поле f6, то у белых есть разные ходы. Одно из самых активных и самых сильных это конь c4. Идея в том, что после dc мы все-таки играем конь d2. И ферзь черный теряется. То есть можно, конечно, ферзя отдать за ладью. Ну, в общем-то, выбора особо у черных нет. Нужно уже так играть. Но в этой позиции, несмотря на то, что сейчас по материалу даже компьютер пишет плюс 1, потому что у черных 2 ладьи и конь, за ферзя и слона. Но, тем не менее, у черных огромные проблемы с развитием. Ферзь c4 тоже она рано или поздно теряется. Ну, в общем, позиция у черных очень плохая. Объективно она близкая, тоже пройганная. Потому что не хватает черным здесь как минимум уходов слон g7 и рокировка. Если бы все это черные успели бы сделать, оценка бы была еще более-менее нормальной. Ну, и сама позиция. То есть, если представим, например, что сейчас белые просто какие-то 2 каких-то случайных хода делают подряд. То здесь, в принципе, позиция черных еще как-то более-менее нормальная. И оценка вот уже, по крайней мере, приближается к равенству. Ну, конечно же, белые не будут играть h3 и слон g2. Во-первых, они могли сесть в пешку в данном примере. То есть слон g4 и конь c4. И, во-вторых, вот h3 тоже, конечно же, был необязательным. Ну, и все-таки ферзь есть ферзь. Ферзь, в общем-то, в таких позициях, когда ладьи не особо активны, сильнее, чем две ладьи соперника. В общем, так или иначе, это все для черных плохо. Даже если они сразу не проигрывают, то идти сюда не рекомендую. Поэтому еще раз покажу быстро эту ловушку. И более того, покажу сейчас, открою базу лечеса, насколько часто она встречалась. То есть, первые ходы быстренько сделаем. Они встречаются с разным порядком. Ну, главное, чтобы в итоге получилась данная позиция, которая является, по сути, табией. 100 тысяч партий здесь, больше 100 тысяч партий даже. Вот, ну и, как видим, слон f5 тоже основной ход. Вот, и ферзь c2. Ферзь, вернее, f5, конечно же, ошибка. То есть, ферзь c1 самый сильный ход. Но ферзь c1 это обычная игра, спокойная. После же хода ферзь f5, если черные играют правильно, а именно... Нет, это неправильно. Пока что ферзь b2, вот здесь, после хода слон e2. Если черные играют правильно, то есть e6, то они выигрывают 83% партии. Потому что e6 это как раз основной ход. Ну, вот, видим, что многие за белых, за черных, вернее, да, что много путают цвета. Так вот, за черных многие играют ферзь a1, и это является уже серьезным зевком. Это ход, после которого белые делают ход ферзь c2 в ответ на ферзь a1. И ферзя с a1 спасти здесь не удается. Ферзь застрял, и рано или поздно белые его съедят. Поэтому очень важно до взятия ладьи сыграть вначале e6. Это обязательный ход у нас. Ну, и далее на любой ход ферзя нормальный. Съедаем ладью и выигрываем, потому что теперь черный ферзь не ловится. Он всегда может уйти на поле b2, либо на поле a2. Вот такая вот у нас есть интересная идея. Так что используйте ее. Можно, в принципе, и за белых ставить ловушек, и против слабых соперников это может сработать. Вот, но за черных, если вы играете систему с c5 и ферзь b6, то, что и я, то вот знать данный план вы тоже, по сути, обязаны. Ну что ж, надеюсь, что это видео вам понравилось. Спасибо всем за просмотр, и до скорых встреч.